Всем привет дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, с вами Миша Егор. Сегодня у нас очень крутая катка, это коллапс на сигнатурном аксе, обожаем. Ну это наверное вообще самый лучший акс, которого мы смотрели, которого мы регулярно смотрим, когда коллапс акса выкатывает. Это всегда просто произведение искусства, то как он чувствует дэмэдж, то как он стоит лайн, то как героя чувствует, ну это просто шикарно. Как видите у него тут и сетик, очень красивый, топор вот этот огненный, прикупил себе и сразу же видимо пошел на аксе играть, как только я это сделал, потому что до этого я этого сета у него не припомню. Вот, и здесь очень крутая катка, в одной игре с Мирой на линии будет стоять, тут вообще куча проигроков. Смотрите, Дахао на Фантом Лансере, 76 ранг, Мира на Рубике 213, Мелоди, 20 ранг на Винге, на пятерке Винге, такой большой ранг. И в противоположной команде тоже интересные чувачки имеются, ну тут по сути Лару на Пангалере и Суприм на Гримстроке. Такие вот составы, катка максимально заряженная, так еще и коллапс на Ультра Сигне и с интересным билдом. Вот это уже классическая его фишка, вот так вот подблочить пачку. В каждом реплее, который мы от него смотрим, он это делает, чтобы его пачка была под тавром, быстренько умерла и в его сторону запушилась, а потом он просто линию держит. Это суперэффективная тема. Ну и пока ждем, когда пачка на него пойдет, продолжим после паузы. Между игрой в Доту и Доки Доки я всегда выбирал Доту, а между игрой в дефолтных шмотках и игрой в дорогом шмоте я всегда выбирал второе. А где я беру баланс Тима и дорогие шмотки? Разумеется, у Эпик. У них есть линейка сундучков, где можно выбить себе деньги на Steam аккаунт. А еще новая зимняя линейка, где из сундука за косарь можно вытащить Аркана на Скелетон Кинга. А вытащив Аркана на Скелетон Кинга, можно сыграть в бесплатную мини-игру, где нужно провести кунку до сокровищ. Пройденные шаги сохраняются, а по достижении 70 шагов падает гарантированный брундук. И только по нашей ссылке в боевой пропуск достается не за 300 голды, а совершенно бесплатно. Ссылочка в закрепленном комментарии, а вместе с ней промо на 15%. Удачи! Всем привет, всем доброе утро. Линия очень крутая. Рубик хорош против грим-строка. Максвелл может руинеть. В принципе, в трейдах он гораздо сильнее, чем грим. Грима, в принципе, тяжело называть хорошим лайн-саппортом. Кстати, коллапс позволил пачки зайти под тавр, что интересно. А, вот тут какой план был. Я собрался на Реджейка успеть. Почнем, но чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть не успел. И стартовый хребстаду пушка. Известно, что стартовый закуп на Брейсер. Обычно берут две гантельки. Просто потому что так гораздо больше силы. Это гораздо дешевле, но здесь, как видите, планируют играть без Вангварда. Видимо, был Мейл... Ой, точнее, извините, Брейсер. Такой Вангвард заменитель. Будет рашить АБМ против тролля, против фурса. Мы видели подобный подход. Акс без Вангварда ужасно фармит. Он просто-напросто не может фармить древних адекватно. До определенного момента. Плюсом стаки древних совершенно недоступны. Иногда берут сейчас шлем на будущий Вейл, на будущий Шиву. На Акс очень эффективно выгрузит. На чаще всего с Вангвардом играют. Вы прикиньте. Честно, слабо представляю, как вообще без ХП регена линию стоять на Аксе. Ну, там, без Холма, либо без Вангварда. Как-то вот, не знаю, ХП реген на этом герое. Очень важная штука. Ну, или там броня, ну, либо блок урона. В этом духе. Вот. Ну, один раз мы такое, я помню, смотрели. Прикольно было. Он тоже был от моего зарашил. Правда, он прям с чейнмейл он пришел на линию против фурсы. Тут хотя бы какие-то статы себе закупил в виде брейсера и стиков. Но все равно это выглядит очень любопытно. Насколько это эффективно. Предстоит узнать. Ну, возможно, еще тестят ведь. В первую очередь. Он там четыре, наверное, игры уже успел на Аксе сыграть за два или три дня. Кстати, задавили здесь на грима. Прокрутился как раз. А тро не хотел бить. В итоге сам ударил, сам раскрутил этого Акса. Очень забавная ситуация. Ну, а там как раз вот эта крутилка настолько вовремя залетела, так бы там уже не хватило. Подозреваю. Однозначно. Второй убил здесь тиммейта. Насколько же он нагло играет. Ни единого тангуса минуты три. Все равно стоит за хребов, сражается. Ненормально подрогнул хребов. Нормально. А прыжок горелкой? И здесь из тиков есть, нажал их сразу же, чтобы новые заряжались. Семь хабаригина своего привез себе дополнительные тангуса. Тоже же, когда играешь без кольца, подход с танка работает вообще великолепно. В принципе, мы одно время до апа кольца обсуждали, что на огромном списке героев подвозить себе танк гораздо эффективнее, чем покупать кольцо. Сейчас ты не так актуальна, тем более не для всех героев. Ну и без тиков на этой линии было бы очень тяжко. Постоянно спамят с килами. Почем казалось бы не самое спамящие линии. Десятка зарядилась очень быстро. Да нет, тролль он очень часто. Топоры вот эти раскидывает, как минимум. Ну, для меня визуально не десятку. Думаешь, не знаю, у меня вот, пристреля прям, очень не обязательно выборную игре, там первым можешь пославлять. Те, виднее, это гораздо больше харди играешь. Мне лично удивило. Отбил тут вот, кстати. Пошел скипать пачку. Как раз стал ровно на ту линию, после которой крипы могут ограться. Офигеть, еще и Рубик, смотри, как раз кемп застакал перед тем, как Акс подошел. Сразу видно. С темейтом. Да, да. Наверное, командная работа. Какая же красотича. Пока себя вообще офигенно чувствует. Без Вангварда, без Хелма. Он разменял танка на всю эту огроменную пачку. Ну да. По сути, тот же самый геймплей. То есть, выиграл линию, заходит за вышку, выпуливает крипов и очень эффективно фармит. Одновременно кемп и пачку. Ну, у такого Акса будет проблема, как мне кажется, что он аншей не будет качать настолько эффективно. Если он его анши будет пробивать. Интересно, что он в этом... Ну, что он придумает в этом плане. По-любому, уже будет нейтрал какая-то на хаппериген. Он там бабл. Либо семечко. В приоритете. Без него вообще... Такой наглый подход. Удачу должна оставить, мне кажется. Будет очень справедливо, если он сыграет без бабла или без семечки. Чтобы мы посмотрели, каково это играть без нейтралкиных хаппериген. И БМ уже летит. Тайминг великолепный. 50 крипов здесь. И даже без танка занимается вот этими вещами. Крин петроли видно? Крем строка. Тоже очень хорошо видно. Так, а вот и будет Мэл первым свотом. Интересно. Ну, качаться будет быстрее с ним. Реализовать на килл пока что непонятно получится ли. Все-таки сократить дистанцию. Дело не самое простое. Опа. Мы очень редко обсуждаем, насколько БМ хорошие защиты слотки. Кстати, реализация первая. Тролль такого вообще не ожидал. Даже был у микрошан, что получится его подавить. Но не повезло чисто, потому что вот эти, блин, крипы заспавнились. На которых рать пришлось. Да, да. Вот он игр потратил, чтобы они не его не тут. Не ударили кувалдой своей. Агр был тут, был очень... Вовремя. Ой, ее все-таки подловили. Ай, красота. Ну, Акс вообще офигенный играет в тролля. По игре. На тролле. Очень тяжело в аксе, то, что он его просто ультимейт может зарубить. Плюс Бладмейл больно себя пробивает. Прям по кайфу всегда было. Выкатить Акса в тролля. Там, не знаю, Кускара какого-нибудь тоже похоже в этом плане. Два героя на ЛХП бегают. Мне даже сейчас не хочет довести себе коречку или шлем. Сразу же хочется с Блинком играть. Ну да. Ну, прикольно, что он очень активно сможет играть с таким билдом. То есть у него темп просто невероятно большой. То есть он рано купит Блинк. У него уже есть Бладмейл. Собственно, он просто всю карту зарубит. С настолько быстрыми таймингами. Даже не придется там качать, качаться в лесу, там, на аншах. И нейтралка, кстати, не на хабериген. С хаберигеном игра была бы совершенно другой. Вот посмотрим, каково. 8,5. С 8,5 играть. Кстати, что-то задумал. Может быть на горку грим? Заскочит. Ну, не похоже. Хотя надеется все еще. Пересерься. Даже с Карл бежал. Блин, убежал все-таки. Обыдно. Не, ну, грим все равно может подойти тут, крипсы ударить. На Мира не поверил. Да, мне кажется, блин. Сложно вот так вот. Надо Блинк докачать. И все, я не выдумал от ничего такого. В то время не он там достаточно потерял. Все это время тролль качался. Не, он пропустил целиком эту пачку лейновую. Знаешь, при натворсе 5500 не так критично. А тролль так и так качался бы, потому что он крипов выводит. Так что, если он и потерял время, то... Очень мало времени. Дройные стаки, какой жигай. На бистапешке он не осилит, мне кажется, древних. Если бы у него была эта пашка, он бы на базу смотался. Ибо я в пулдавне. Вот то, о чем я говорил. Вот так вот так скачает аншей без... Бископоригена без брони. Вот именно так. Странное дело. Ищи претенки наказали. Ну ладно, в принципе, не так плохо, то что он... Самое главное, что он взял даггер. С этим даггером они еще будут бесконечно смокаться. Бесконечный экшен устраивать у них драфт, плюс... Ну, пойдет такой боевой плюс-минус. Есть какие-то герои, с которыми может застакаться. Там страны драгонайты различные. Очень много контроля у них вообще в целом. Если они тут могут просто чейн-станеть. Ну, всех, кроме тайда. Тайда не получится. По какому-нибудь пангольерчику бы пройтись? Тролляу попробовать убить под даггер. Вот, кстати, и смок, про который я говорил. Клаб сам купил. Тоже регулярная практика. Насколько я его реплеев не смотрел, он... Всегда под даггер. Либо сам покупает смок, либо тиммейтов просят. Обычно сам. Так. И все. Вот реализация даггера. За агрой тролля. Плохо станы закомбинили, но вроде все равно должны убить. Ну да. Все-таки акс в тролля. Еще и зря лучше успел выбежать, благодаря вам. Потому что он рубановый, там ускорение далось. Офигеть, агро подвоем, красота. Бойте что, блин. Стик, она и видела. Стики, да, залетели в последний момент, обидно. Очень красиво от грима было. Это три пилки вообще должен был быть. Атакса. Ультркил бы даже был бы. Сейчас бы еще Тайдор убанил. Блин, ну молодец, конечно, на гриме. Немного подпортил. Ситуация, ну, файт идеально, еще минус четыре. Чисто благодаря блинку, вот этому темповому, по сути. Потому что он загривать роля, потом загрел двоих. И тревола в планах. Сделал попасть и себе стак. И подчапал на базу. Давай плюс 10. Снимаем, как раз. Беливый. Власку, кстати, себе купил на стаке древних. Даже очень крутой подход. У нас сперва решился Тайдор смит. Контроль у него не развеявый. Укленно, аж герой продавать. Ну, не отчетом. Удяга будет слабость. Сейчас драганайдер. А сейчас после пангальера можно и... Потрядиться, нет? Да что-то опасно не хочется. Без ультимейта, да. Когда... Четырех героев, а так вот аркадно прыгать. В принципе, размяны диагнозу. Крубик убили. Сапик. Очень страшно. Так, кстати, видимо, сейчас фаска пригодится, если он будет этих ханшей качать. Ну да, похоже на то. Ну, если этих ханшей сразу себе... Заградит сапог. Опять же, если стрелка получаются темповые на аксе, это очень сильно твою активную игру улучшает. Ты быстрее фармишь, ты быстрее пикофаешь, ты можешь неожиданно везде находиться. Тимики зачастую этого могут не ожидать. Очень комфортный сапог на аксе. Но опять же, такое делается только если игра очень хорошая. Вот у коллапс, например, Dead Wars 8200. Может себе позволить спокойно тревула взять. Так, и пошел опять смокаться. Ждет здесь тиммейтов пока что, чтобы не заревериться. Так. Но он знает, что тролль на других древних. Но так глубоко решил не заходить. Тай духу все-таки не стали пробовать. Обновился в спот древних. Коллапс прекрасно знает, что тролль именно там. Он стал прыгать с любого. Сработало просто великолепно. Еще и топор на характер, я бы раньше вдавил. Да-да-да, он еще, благодаря тому, что сразу не нажал этот топор. Тролль нажал у ультимейт. И, кстати, вот в чем приколы тревулов. Вот так вот ты качаешься на сайт линии. И тебе просто акс вот так на голову прилетает. Хотя только что он в топе был. И рубит тебя. Такс, правда, скорее всего. Умереть, да, принялся, что-то нашим ногам. Нормально так подкурил. Так еще так загореть можно реально. Без понятия. На, тип все равно умер, конечно. Умер достойно. Мне кажется, чуть-чуть, если бы было помощи от Белла, хотя бы копье зарядить, то сделали бы трейд. Ну, крейд-таки так, кстати, сделали. И в хикбай шарт. Шарт тоже всегда хочется пораньше на акте взять. И фарм инструмент невероятно крутой. И в файтах миллион дэмэджа. И вражеские коры 2 мяч не наносят. Ну, ощущение, как будто бы по БКБ шкупать здесь. Ты что думаешь? Соглашусь, да. Без БКБ тут будет тяжко играть. Второй раз уже, кстати, спот. Диплочит. И драгонскил бы. Или плетку. Или так. Тоже вполне себе. Нетвижн тоже на акте можно разыграть. Единственная проблема у этого слота. Ты выбиваешь его, ну, обычно на 18.00. Две минуты идет ночь. Потом день. Потом две минуты ночи. Это сразу меняешь нейтралку. Мне кажется, ее бы апнуть и в третий тир переместить. Чтобы ее потаскать можно было в более такой, боевой, более серьезной стадии игры. Те же самые четыре минуты, конечно, но когда из-за четыре минуты гораздо важнее. Нет, такие моменты, конечно. Нихуя себе. Вау. Я вообще долго тут ничего не выйдет пофатиться. Но после такого агро. Так и три покида. Е-мое. А это было очень жестко. Это было нереально жестко. Да, шок. И, кстати, опять через плюсы играет. Калаб всегда через плюсы играет на аксе. Ну, именно в последнее время. Последнее патчо. Ну, прикольная тема. Опять же, учитывая, что у него нет ничего на HP. Ой, на манн реген. То есть плюсы, они расширят твой HP пул, расширят твой мана пул. Чуть по мане будет проще. А это очень важно для акса. Потому что мана на этом герее быстро заканчивается. Вот. Самый прикол в том, что Пэл ни в одной драке не поучаствовал. В драке на боте поучаствовал. Ну. Угу. Не о том, что он все это время качался. Миллион спейсов создал. Клапс. Ну, даже так, ну, опять обгоняет панетворца. Ну, да, но Пэл большой. Выйдет просто. Игру закончат. Так, осилит ли твой? Думаю, да. Пангалер 2-й успел нажать. И, ну, просумели. Ну, да, рискованного так было по Т2 нападать. Было у меня какое-то скверное ощущение. Тут такое может произойти. Я был уверен, что прокатит. Печально. Возвращаемся после респавна. Петин с кровалом сразу же файт очередная реализация этих бутцов. Неужели хол по-двоим? Нет. Блин, там пангалер. Панга 1-й зарядил. Драгонай свинить на ему правду брать, кстати. Смелость. А, грыжатка дашься. Так что нормал дым. Там еще забавный момент, когда пангалера вот на этого напали, коллапс после своей смерти типнул миру. То есть, скорее всего, это мира заколил. Коллапс не хотел, но на доверии прыгнул. Ну, там мира, наверное, попросил. Ну вот. Так, и кстати, до БКБ не так долго остается. Прикольно, кстати. Мира на сигнатурке 30-го тира Рубика. Акса сигнатурам. Ой. Коллапс на сигнатурном аксе. Ну и так, и так, можно сказать. И то верно. Не ошибка. Шар ТБКБ, кстати, все-таки залетел. Мы озвучили, не озвучили. Да. А, хотя не помню. Я столько раз хотел это сказать, но были ситуации интереснее. У тебя, похоже, такая же была история, да? Ну, блин. Шар ТБК оказался оправданным. Опять же против тролля, против пангалерчика. И моя рабочая. Пока что он ничего не придумывает. Придумывает. Хочет тролля поймать. Который сейчас с древних выйдет. Разумею. Как будто просто фармить хочет. И вот чуть до БКБ остается. Как-то зарубаться сейчас не особое желание. Вот с БКБшечкой. БКБшка уже можно. Как раз я заказал. Сейчас можно что-то и замутить. Будет. Опа, противник Ирошана бьет. Как же он быстро это прочитал. Только что тролль на ТОПе был касался бы. Ой. Мира без бая. Не над шардом слушай. Вообще нормальный танчик. Не спешишь, Даша, 228. Как будто он здесь мог бы держать. Как будто он реально мог убить. этого тролля, если бы не слабый. Блин. Печальный файт. Он хотя бы вышел. Но это минус 3, минус Рошан. А может с Дахаком вдвоем разрулить? Не, вряд ли. Дахак, он такой игрок. Рискованных решений не любит принимать. Благодаря своему, кстати, узнал, что тут Тиня. И похоже, там Виженс. Разжи пропили колнает. Да, такие есть Виженс. Прямо на линии. Если мне ты смог, решилось бы отлететь. Упс. Подставили кентавры из Велеси Пэлла. Он делает себе стайки. Брэкеты хочу, чтобы не свистеть. Есть среди зрителей тех, кто брэкетит из полных помещениях. А тебе заброны? Надеюсь. Как же ты не любишь автополь? Не, а я даже плюс-минус, но... На дому ровно. Надеюсь, не вывозят. Брэкет, они на сегодня, когда. Так что, не знаю. Собираются по боту. Но Даша-228 не засейвит Акса. Он будет здесь стоять. Ну, в принципе, БКБшка выберет, но это нереально. Без ревенша, правильно? Что может себе позволить? Во всех последних играх, коллапс на Аксе Актрин покупал. Хотя раньше он был хейтером этого предмета. Ух, вот это Соляра. Это он сам был лучшим с хейтером этого предмета, или просто не замечался? Да-да, он... Ну, просто нет, когда была мета Акторина на Аксе. Он с Инжин Кай играл. Ну, короче, все брал, но не брал Акторин. Я там что-то там то ли писал где-то у себя в Телеграме вроде. Про Акторин, я помню, видела-то. Ой, можно хорошо ворваться, но надо ли это? Все тиммейты мертвые, ну да. Все, вот это не разобраться. А, блин, такая игра на самом деле. Что-то команда не вывозит немного. Просто, не просто, все. Можно легко тут закинуть. Но уже, по сути, закинули 3000 преимущества врага. Очень много отбили. Сколько было у ДР в пике? 11 кусков? Ну. 11, не помню, было ли. Ну, я посмотрел через график. Опа, подловил тролля. Тролль на это раз беззаеги. Офигеть, он дважды его убил в соло. Genius. И еще и акт, этого обед грима. Рубануть бы. Тролля не успел рубануть. Видел это? Штеймер. Глимером пиявка. Зададжилось, по-моему. От рубика. Нет, видел попытку тупо аута, отчаянную. И как бы я Бладстоун. Не знаю, вдохновил ли его... Вдохновила ли его нейтралка? У нас полный стил. Или просто хочет колл размером во весь экран. С Бладстоуном, с талантом 25-го. Ну, посмотрим, какая-то в реализации будет. Да, ну, бустончик, хочется посмотреть, что я вообще есть, честно. Настолько этот айтем... Блин, я шевы реально ни разу не видел. Не надо вам играть в патч. На кунке мы видели. А, на кунке, да. На кунке. Ну, насколько он изуродован, когда он ману не дает? Ради одного лишь шрака... Так изуродовать предмет. Из первых шрака 33% винрейта на протрекер. Что в башке было? Непонятно. Каза, не тралку, претензировали. Сбыл и стил уважают, судя по всему. Ну, прорисовывайте опять три союзника мертвы. Был только что это в один отворца на карте. Был сейчас уже четвертое место. Как бы на шестой не свалился, молчу. Там уже общий нетворс команда даже, видишь? Одна, один. Одинка. То есть, ну, реально, как-то команда подставляется очень жестко. Так. Что-то тут опять задумал. Ну, и крыса лкил. Очень сочно стоит на гриме. Прям в пачке крипов. Ух, идеально. Прям открутилочку новую. Ну, да. Но там нужно заранее нажимать. Иначе залетает этот бурн-дук, и все. Под клеймером уходит грим. Давно, кстати, никто пиявку бурн-дуком не называл. Для меня. Стоит засадина тролля. В принципе, мы уже выяснили, что тролль для него легкий салакил. А вот это не посложнее будет. Тени-ка, нет, без шансов. Нара просто пачку убьет, и все. Да, мне кажется, что постоит еще засаде. Все тут же трое. Теперь тут уже тает. Ну да, тогда вообще просто ТП похударивать. Может, на боте попробовать найти тролля? Все, не могу. Я буду смотреть глазами тролля. Он просто стоит на древних 30 секунд, ждет, когда сходы обновиться. Опа! 10 секунд назад делай. Мне интересно, как это произошло. Там ничего не произошло. А все равно делай. Окей. Просто тут встретились. Любезность с ними обменялись. Хотя, в теории, если бы зааграл, может быть, даже получилось убить тиммейта не прям далеко. Потому что не успели бы дойти. Да, вряд ли горелка не макшеная. Ну да, да, тоже дома вряд ли. На базу хотел идти ману устанавливать от безделья, но тут мира. Ман издалил миллион. И сразу же делайте парк Трагонайт. Тоже ДК жирнющий. Ого, рун иллюзий. Моментально. А, блин, тут все герои, которым муром иллюзия по кайфу. Итога не разрешили. Соперника. Законтрольниче никому. Забрал тени, которому она вообще не нужна. Кстати, видишь. Раньше агро чувствуется. С годстоуном. И на мини-карты горился. У него такой сет, который показывает радиуса города. Ну да. Ой. Более. Ну шо ж такое. Настолько игра мертвая. Мрак. Я же так вот максимально недоволен командой своей. Такие моменты. База не потеряют. Это в этого раз стоят. На трону противника сил не хватит. Кстати, выкупается. И возможно, сейчас байло можно даем. Ведь не устроит. БКБшк он не тратил. Ой, красотища от мира. Ну, байбек на убийство двух сапиков. Хотелось бы, конечно, чуть побольше, но ладно. Эм, Рошана. Можешь убить. У тебя рождаемодж такой себе, блин, вообще мрак, а не игра. Нет, ПЛ, ты Рошана моментально придет. Думаешь, второй Рошан ведь. А по моей памяти не важно, какой Рошан, а не важно, какая именно там. Постички, честно, Рошан не наставает. Да, ты можешь проходить, перестанет. Эйкс, возможно, себе воспитать распускай играет. А, СПЛ, еще великолепный ГПС, тем более ПЛ, с Блаторном. Блаторном, что-то. Блатором совсем друголюбое. Ну, оставлю себе, Ягас. Блатором, что-то. Числик. Скоро. А. так стоп чё-то я про актерин говорю в этой игре актерина не будет брошу игры с актерином сыграл может быть пришел к тому что но садринова этому доту добавили ролях ты будешь но вот как будто против акса единственный случай когда можно взять синтет яша против дома еще брось регион еще против тинкера против леона ой еще в марио ради шейкера он творит вот это похороны а как сапиками правда но может быть до бладстоун за работой у меня была сторона чешком близко подошел сколько раз на того снова рисовал это же вообще шикардос настолько агрить проще как же соляра жесть наконец-то парочку файтов вместе с аксом провели не акса все не все сам взял такая вот внезапно внезапно игра щас закончится еще и панку подумали тролли купается за то что поймали панка не прокатило это сейчас заметил что это лару не акса товару тоже сильно сильно турки работает ему плевать она еще и вексти лица даже если выберем он выберет даже он очень долго так значит пойдет брейсер подавать оказалось придет брейсер выдавать это же толстый не продавать на фонтами стремновато лишь не знаю сколько игра длится поэтому так подумал соблазнен был соблазнен кроме нереально красивая игра нет согласны то обязательно ставьте лайки также комментарии очень помогает развитию канала любая активность под видео включая ответы на другие комментарии всем заранее огромное спасибо но и мир вам